МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...своего военного самолета. Все эвдосимптомы. Очередное отравление в Солсбери может оказаться инсценировкой. Чем это грозит? Старый формат по чьей вине старт новой украинской школы забуксовал. Нападение на общественного активиста в Одессе. Накануне группа неизвестных несколько раз выстрелила в Олега Михайлика. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Все подробности дали в материале. С оружием на общественного активиста Олега Михайлика напали поздно вечером возле подъезда его дома. Неизвестные несколько раз выстрелили в Олега и скрылись. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. В реанимационном отделении находится пациент, который получил пулевое огнестрельное ранение. Состояние больного стабильное, тяжелое. Производится дальнейшая консервативная терапия. Информация о нападении на Михайлика появилась в фейсбуке на странице его соратников. После чего факт вооруженного нападения подтвердили в полиции. По мнению активистов, главный мотив преступления – общественная деятельность. Такие люди, как Олег, они заважают грабовать и гвалтовать наш народ и наше место в данном случае. И, конечно, это против вот такой уже циничной, кровавой, против системы этой влады, против наиболее активным гражданам. На своей странице в фейсбуке Олег Михайлик постоянно освещал тему незаконной застройки детского побережья. Не единожды критиковал городскую власть на митингах. Я знаю, что большинство из них абсолютно не интересует нашей проблемой. Они просто деребанят Одессу. И деребанить это они будут до тех пор, пока мы им будем позволять это делать. К слову, это уже не первое нападение на одесского активиста. Год назад двое неизвестных избили Михайлика у входа в его офис. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство» и ищут свидетелей вчерашнего нападения. Ускорить розыск преступников требуют и жители Одессы. В поддержку Михайлика они вышли на митинг к управлению полиции. Состояние Лига Михайлика остается тяжелым. Богдан Вербицкий, подробности, телеканал Интер. Обстановка на Донбассе обостряется. Сегодня боевики открывали огонь уже 17 раз. Почти половина обстрелов из запрещенного оружия. Один украинский военный ранен. Сложнее всего приходится нашим армейцам в районе Горловки и на Светлодарской дуге. Подробнее ситуации расскажет Игорь Левенок. Это Ивановна. Военные медики по совместительству старшина на одной из передовых позиций наших армейцев. Рассказывает о военных буднях. На этом участке украинские военные укрепились в районе железнодорожного полотна. Местность усеяна свежими воронками. Не дня без обстрелов. Вчера они тут по стрелушке устраивали буквально вечером. И позавчера. Флопс уже терпит, терпит, не отвечает. Но в итоге тяжело, когда туман. Перемирие перемирием, но отвечать на вражеский огонь приходится. Иначе противник не успокоится. И бойцы шутят. Могут всыпать боевикам как следует. Из пулемета. Вот этого. Максим. 44-го года выпуска. Хоть и не по стандартам НАТО, но надежный. Максим очень удобно, потому что у него настильный полет пули. И он насыпает хорошо. Он как зернышки сеет. А вот это уже оружие посерьезней. Крупнокалиберный пулемет КПВТ. Станина. Разработка волонтеров. Прицельно бьет на полтора километра. И насквозь прошивает БТР. Это на один еще весомый аргумент. Это опять-таки все волонтерское. Четырехкратный прицел. Производство Югославии. Калибр 14,5. А в каких-то десяти километрах от линии фронта идет уже другая борьба. Восстановление инфраструктуры Донбасса. Военные возводят мост над железной дорогой. В 2014-м его подорвали пророссийские боевики. На данный час проведены работы с демонтажем конструкции моста. Проведено укрепление конусів на 95% с залезобетоном. Проводятся работы с монтажем балок прогоновой будовы номер два. Прогоновые будовы один и три уже установлены. Вот чудеса современной техники. Еще с утра этих бетонных балок здесь не было. А после обеда этот мост будет готов на 60%. Объект планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года. Это уже третий мост, который построили наши военные за полтора года на Донбассе. Этот мост имеет стратегическое значение. Он соединяет дорогу Попасная-Бахмут из Луганской области в Донецкую. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Корабли военно-морских сил Украины проплыли под Крымским мостом. Об этом сообщил президент на своей странице в Фейсбуке. Петр Порошенко поблагодарил моряков судна Донбасс и буксира Корец. И сообщил, что они станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Оба корабля выдвинулись из Одессы 20 сентября через Керченский пролив. Украинская эскадра прошла сегодня в 15 часов 15 минут по Киеву. Она направляется в Бердянск. Именно там будет располагаться Азовская база ВМС. На протяжении всего пути наши корабли сопровождала береговая охрана погранслужбы ФСБ России. Слабость доказательств или доказательство слабости. Минобороны России снова возложила ответственность за потерю своего самолета в Сирии на Израиль. Хотя на днях делегация этой страны представила в Москве доводы своей непричастности, что изменилось. Расскажет Сергей Услендер. Казалось, что уже все точки над ИРа ставлены. После визита командующего ВВС Израиля в Москву, где он представил данные объективного контроля, все уже вроде бы стало ясно, что израильские самолеты давно были на своей базе, когда сирийцы открыли огонь. И что ни технически, ни физически Ф-16 не могли прикрыться российским бортом. И тут, как гром среди ясного неба, грянуло новое заявление российского Минобороны. Враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Л-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представлены вам сегодня объективные данные, события 17 сентября, говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут трагедии. Брифинг Минобороны в Москве сопровождался графикой, изображавшей маршруты полетов израильских и российского самолетов, также действия сирийской ПВО. По версии российских военных, в 21.39 поступило предупреждение о готовящемся ударе. Сам налет был осуществлен не в том месте, который указал израильский офицер связи. Повторно обращаю внимание, что в ходе перегорова по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Разговор ввелся на русском языке. Минобороны России имеют радиозапись этого разговора. Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией. По словам Коношенкова, российский Ил в этот момент находился намного севернее и, получается, никак не мог служить прикрытием для израильских самолетов. Кроме того, радары российской группировки просматривают все Средиземноморье, а значит, должны были видеть израильские самолеты еще в момент взлета. Коношенков утверждает, что после атаки израильские самолеты остались в районе и таким образом подставили Ил под удар сирийских зенитчиков. Это полностью противоречит версии Израиля, согласно которой, к моменту открытия огня сирийской ПВО его самолеты уже подлетали к своей базе. И вновь российская версия вызывает массу сомнений, хотя бы потому, что никаких объективных данных, аудиозаписей, показаний радаров или фотоснимков представлено не было. Только графика полетов, по сути, мультфильм, на основе которого Москва предъявляет Иерусалиму столь серьезные обвинения. Теперь вопрос, как все это отразится на отношениях Израиля и России. С российской стороны останется тот или иной рычаг давления, который достигнут тем, что задействован кризис, и хотя он решен, в какой-то мере можно будет его всегда задействовать заново. В этом отношении это основная смена декораций, все остальное будет тоже, ничего практически не изменится. Впрочем, официальной реакции Израиля на эти обвинения пока нет. Похоже, там решают, как реагировать. Брифинг Минобороны показал, что Россия не считает инцидент исчерпанным и намерена идти на эскалацию кризиса. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Последнее отравление в Солсбери, скорее всего, инсценировка. Такую версию рассматривает британская полиция. Псевдожертвами стали россиянка Анна Шапира и ее британский муж Алекс Кинг. Они пошли по следам скрипалей и отужинали в ресторане Солсбери, где якобы подверглись покушению. По покушению в подробностях этой истории разбиралась Светлана Чернецкая. Ни новичка, ни любого другого яда не обнаружили в крови пострадавших. Анна Шапира уверяла, что ее с мужем отравились трехнином. Это вещество входит в состав яда для крыс. Но и его следов специалисты не выявили. В прошлое воскресенье пара произвела переполох в Солсбери. После ужина в ресторане у обоих проявились симптомы, похожие на те, которые были у скрипалей. Инциденту сразу же присвоили статус особой важности. Наученные горьким опытом полиция и медики сразу же заподозрили новичок. Но вскоре опровергли применение нервно-паралитического вещества. Исходя из анализов, на данном этапе инцидент не считается подозрительным. Продолжается расследование того, что послужило поводом для недомогания пары. Пока мы не связываем их болезнь с недавними отравлениями в Солсбери и Эймсбери. Более того, есть основания полагать, что пара инсценировала собственное отравление. Муж Анны Шапира оказался известным пранкером. Алекс Кинг прославился розыгрышем самого принца Чарльза. В 2006 он проник на красную дорожку кинопремьеры, чтобы наспор пожать руку принцу. А потом хвастался этим перед журналистами. Впрочем, в этот раз пара отрицает розыгрыш. Наша клиентка попросила подчеркнуть, что она не была вовлечена ни в какие инсценировки, и что ее страх был искренним как по отношению к отравлению, так и по отношению к покушению. Анна Шапира, бывшая модель, родилась в Нижнем Новгороде, сейчас гражданка Израиля. Она до сих пор уверена, отравление дело рук Москвы. Мол, россияне подозревают ее в шпионаже. Скотланд-Ярд и британские спецслужбы не комментируют эти заявления. Если полиция докажет инсценировку, выговором тут не обойдется. И ресторан, где отравилась пара из Скотланд-Ярд, потратили немалые деньги, чтобы разобраться с инцидентом. Поэтому вполне могут потребовать возместить расходы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Школа новая, проблемы старые. Почти полмиллиона первоклассников в этом году начали обучение в реформированной новой украинской школе. Парты-трансформеры, компьютеры, мультимедийные доски так должно было быть в идеале. Но как обстоят дела на самом деле, проверили наши корреспонденты. Вот так, играя первоклассники в большевцах, развивают свои сенсорные способности. Из игрушек только разноцветные кубики. Это все, что здесь получили для новой украинской школы. У нас каждого дитина имеет шесть цеглинок, но чтобы играть, честно, шесть цеглинок недостаточно. Они только могут складывать кубики, какие-то такие незначные. Хотелось бы Лего, действительно, Лего-конструктор, который имеет большую количество элементов. В идеале в классе должна быть обустроена целая игровая зона с мягкой мебелью, игрушками и ковром на полу, говорит учительница. Держава не обеспечила нас всем необходимым для того, чтобы мы могли правильно и так реализованно впроводить эти нововведения. Потому что, на жаль, не имеем еще на сегодняшний день ни подручника. Как вы видите, не имеем в классе дошки. В этой школе по программе НУШ учатся и второклассники. С материальным обеспечением у них те же проблемы. Диван и телевизор в класс в прошлом году приобрели родители и предприниматели. А вот парты все те же, двухместные, старые. Я бы, например, хотела тут парты мобильные, таких бы мали бы, правда, потому что эти сложно пересуваются. Но спасибо за те, которые мы имеем. Без мобильных парт сегодня и три первых класса Галецкого лицея. Учатся дети по старым учебникам. Новых еще не получили. Вот стойно было трудовое навчание. Не все дети мали контейнерки, в которых должно быть все. Контейнерки завезли половинку, диван принесли из дома, килимок купили, батьки. Наши вчители имеют мою указку. Не имеете книжки, когда вы учаете, я в свете, будь ласка, выходим на речку, выходим в лес. Мы учимся раховать, мы учимся читать, мы учимся писать по песку. Ничего страшного в этом нет. Но мы живем с надеей, что еще какие-то месяцы мы все получим. Деньги на оснащение новой украинской школы в области есть, уверяют в областном департаменте образования. Получили почти 50 миллионов гривен госсубвенции. Еще столько же из местных бюджетов. Но задержки с поставками и заволокиты во время тендеров. По подсчетам чиновников, на сегодняшний день более 70% учебных заведений уже всем обеспечены. Те же школы, где побывали мы, в это число как раз не входят. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. День города отмечают раздельно. Это в Одесской области райцентру 155 лет. Сегодня там прошло множество мероприятий, но одна акция была особо любопытной. Какая, расскажут наши корреспонденты. В центре раздельной очередь из желающих бесплатно получить очки. Причем по индивидуальному рецепту. Неделю назад врачи-оптометристы также бесплатно обследовали здесь более 800 жителей района. Зрение проверяли на профессиональном оборудовании в больнице. А еще в приемной нардепа Николая Скорика и депутата облсовета Виталия Саутенкова. Степан Бухарев всю жизнь проработал на железной дороге. После инфаркта и инсульта зрение ухудшилось. Виталий Саутенков, представитель оппозиционного блока, такую акцию проводит уже больше года. За это время очки получили порядка 9 тысяч человек. Жители Великомихайловского, Беляевского районов Одесской области, города Южный и Суворовского района Одессы. Политик объясняет, стали заниматься этим, поскольку проблема действительно огромная. Сейчас, например, на весь район не больше одного офтальмолога, а стоимость очков в среднем составляет 600 гривен. У многих ветеранов, к стыду нашему, даже нет денег на дорогу, для того, чтобы доехать в областной центр и провести это обследование. Поэтому мы приезжаем непосредственно в каждую деревню и в каждый дом заходим. И это наш маленький вклад для того, чтобы улучшить жизнь людей, для того, чтобы закрыть самые элементарные их проблемы и вопросы. Тем временем, по своему рецепту, люди получают очки, примеряют их и вот их первые эмоции. Все. И вас очень хорошо увидят. Всех, всех. И далеко увидят. И вижу на полигмахера, что там оно прическа работает. Все вижу. А то было в тумане так, очень закрыто, было не видно ничего. Каждый хочет подойти и лично поблагодарить депутата. Вот, например, вот эти очки я делала, они стоят 600 рублей. Для меня, это для моей пенсии полторы тысячи, знаете, у нас пенсии у всех маленькие, это хороший подарок. В благотворительном фонде Виталия Саутенкова говорят, теперь на очереди Захарьевский, бывший фрунзовский район Одесской области. Бесплатная диагностика зрения с последующей выдачей очков пройдут там в ближайшее время. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Экологично, сезонно и гуманно. Так хотят питаться европейцы. Во Франции из-за этого выходят на митинги, а в Швейцарии даже референдум провели. Какую еду желают видеть на своих столах жители ЕС, выясняла Елена Абрамович. Вам нечего делать возле моего магазина. Уходите, иначе это плохо закончится. Прийти в самое оживленное воскресное утро к мясному магазину с мертвым поросенком на руках. Это, пожалуй, одна из наименее агрессивных форм протеста французских активистов. Ранее они прибегали к более жестким методам. Разбивали витрины и обливали мясные лавки красной краской. Сейчас устраивают малые и большие мирные демонстрации. Выступают как против промышленных условий выращивания скота и птицы, так и против употребления мяса в целом. Мы хотим сказать, что продавать убийства – это не профессия. Обезглавливание, расчленение и потрошение – это не профессия, это преступление. Ну и мясники-мясникам рознь обижается собственник популярного в Париже магазина, которому тоже досталось во время акции. Я тоже не одобряю промышленную систему, но я этим не занимаюсь. Мы, французские мастера, являемся гарантами сознательного производства. Как лучший мастер Франции, уверяю вас, я за употребление меньшего количества мяса, но более качественного. Озабочены вопросом качества пищи и швейцарцы. Там сегодня провели референдум. От властей требуют отсылать в страны импортеры еды инспекторов по качеству. Запретить ввоз домашнего скота, выращенного на крупных промышленных предприятиях, а еще способствовать продаже сезонной и местной продукции. Мы должны выбирать местную продукцию, ведь это экономит энергоресурсы и не загрязняет среду. Не нужно привозить сюда клубнику к Рождеству. Неправильно думать, что мы можем есть когда угодно и что угодно следует уважать сезонные ритмы. Это должно также помочь местным фермерам, считают инициаторы референдума. За последние 20 лет в стране исчезло около 30 тысяч ферм, утверждают они. Противники же идеи настаивают. Такой подход приведет только к повышению цен и не более. Швейцария столкнулась с проблемой, когда из-за роста цен люди попросту стали ездить за покупками за границу. Во Францию, Германию. Каждый год значительные суммы тратят в соседних странах, да и часть производства переводят туда. Как бы там ни было, швейцарцев вопрос качества еды волнует не на шутку. Пункты о доступности местной и органической продукции, защите фермеров хотят внести в конституцию страны. Елена Абрамович, Вадим Середонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Сотни яхт сегодня заполнили Киевское море. В рамках комплексного чемпионата по парусному спорту участвовали все. И профессионалы, и любители, и даже дети. На финальном этапе соревнований побывал Богдан Бербицкий. Сейчас из стыковой мачты, верхушку и низушку. На мачту одевается парус. До начала соревнований более часа, но Лиза уже возле яхты. Последнее приготовление к старту финального этапа чемпионата Украины. Парусным спортом девушка занимается с самого детства. Около 10 лет до меня занимался мой дедушка, мой папа, мой дядя и моя сестра. Я успела стать чемпионатом Украины в юниорах. Но хочу вот сейчас олимпийский чемпионат Украины. Я хочу выиграть его. Хочу продолжать. Потом пойти на Европу, на мир и уже потом на Олимпиаду. Но кроме титулов важны эмоции. Самое клевое это, наверное, сильный ветер, когда ты несешься. Волны просто тебя накрывают, вода тебе везде летит. Ты просто несешься. Ты реально просто очень быстро идешь и тебе это нравится. Ты прям получаешь кайф от этого. Готовятся, а точнее готовят к соревнованиям 10-летнюю Ульяну. Еще раз, я эту куртку не промокаю. Вот эти ботиночки. Но для того, чтобы не промокала нога, было комфортно. Ульяна ходит под парусом всего год, но уже завоевала трофей. Она чемпионка среди новичков. Скорость большая развивается. А не страшно вот в лодке? Страшно. Ты перевернешься, а потом будешь долго отчеркиваться. Волнуются не только участники, но и главная группа поддержки. Родители. Признаются, переживают не столько за результат, сколько за безопасность детей. Поначалу мы, конечно, очень волновались, когда этот спорт был для нас открытием. Тонули, оставались одни на воде, их спасали. Они были под водой. Были очень большие ветра, то есть шквальные ветра, что нам на берегу было очень страшно за них. Вот мы сейчас боремся за второе место. Вот мама, девочки, с которой мы боремся за второе место. Тем временем главная борьба развернулась на водохранилище. Соревнования проходят сразу в нескольких категориях. Примерно, я думаю, общее количество в районе 300 яхт. Это разных классов, и олимпийских, и точно так же детских классов. Сегодня холодно, ужасно. Но я думаю, в гонке будет очень жарко. Вот такие, казалось бы, небольшие яхты при сильном попутном ветре могут разогнаться до 30 км в час. И это только с помощью паруса. Первые результаты известны уже через час. Ветер очень странный такой, меняется постоянно. Но гоняться интересно. Можно идти первым, и через секунду будешь последний. Крутят очень сильно. Непредсказуемый ветер едва не нарушил и планы Лизы на победу. Сначала гонки я шла последняя, но я отыгралась на второй лавировке, ближе к знаку. И вышла уже на знак первая. Подобные соревнования на Киевском водохранилище устраивают ежегодно. У нас регулярно проходит очень много регат в Киеве, в частности в Выжгороде. Конечно же, собираемся. Если бы инфраструктуру какую-то получилось сделать, то было бы очень хорошо. Здесь можно проводить соревнования любого уровня, вплоть до чемпионатов мира. Всего в первенстве приняли участие около 600 спортсменов. Федерации парусного спорта уверены, в следующем году яхт будет еще больше. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Во Львове прошел форум издателей. В последний день его работы презентовали книгу поэта и переводчика Романа Лубкивского «Славянское небо». Это собрание произведений, переведенных с десятка славянских языков русского, польского, хорватского. Есть даже уникальный перевод сочинений серболужского языка. В книге стихи таких именитых авторов, как Вацлав Гавел, Максимилиан Болошин и Михаил Ломоносов, все произведения объединяют то, что в них упоминается Украина. Книгу издали уже после смерти автора «Его сыновья». На презентацию пришел и 89-летний поэт Дмитрий Павлычко. Кіндрат Рилеев, который написал про Украину массу творческих. Тут только два уривки из многих, но это творческие проукраинские повстания, про Войнаровского. В этих творческих самых известных писательских славянских языков про Украину. Он выбирал и про Украину, и лучшие их творческие вообще. Тато досконало знал польску и словацку и хорошо понимал все славянские языки. Но языки разные. Ческая, она похожа на словацку, но, конечно, она самобутная. Поэтому, конечно, он использовал своим мовным чувством. У него было фантастическое чувство и тяжение к мов. А где, конечно, не знал, или, возможно, не понимал, то обратился к помощи коллег, поэтов из тех стран, из тех народов, в которых он перекладал. На Западной Украине, а точнее в самых древних монастырях Волынской области, готовятся к празднику в честь иконы Зимненской Божьей Матери. По этому случаю храмы посетили епископы Киева Печерской Лавры. Подробнее Юлия Жешко. Поселок Нискиничий находится практически на границе Украины с Польшей. Здесь не шумят автомобили, местные жители никуда не спешат. Их здесь всего несколько сотен человек. При этом именно сюда круглый год съезжаются люди из разных уголков страны. Приезжают, чтобы посетить мужской Успенский монастырь. Вот уже более двух веков он возвышается на вершине одного из Волынских холмов. Едут, даже из далека приезжают. И особенно из Закарпаттия у нас, из Львова тут вообще нет. Из Полтавщины даже приезжали. Из Запорожья у меня были. Из Польши, из Канады, родинами, которые приезжают. Всего несколько десятилетий назад здесь были только руины. Во время сталинского режима храмы разрушили фактически до основания. Их восстанавливали тысячи прихожан и священнослужителей. В том числе нынешний наместник Киева-Печерской лавры, митрополит Выжгородский и Чернобыльский Павел. Сегодня он провел в монастыре праздничную службу. По словам митрополита, за 20 с лишним лет его отсутствие здесь многое изменилось. Вспоминая прошлое, не может сдержать эмоций. Шесть лет прошло моих тут, молодых лет. Отбудова храма. Дякую, что это векенте, это возбудованы эти домики. И это все напоминает мне ту историю, которая была в тот час. Это дуб, который мы посадили в 88-м году, 28 липня. Я приехал, ну знаете, я с бедной дружеси, мне не было что взути. Иоанн, который меня приняли, потому что они все принимали в тот час, боялись монах. И есть среди прихожан и известные личности, говорит наместник. И письменник, и поэт, и композитор Колесчук, как и завжди в нашей обители. Большинство известных людей, они поважают, потому что эта древняя обитель притяжена Адаму Киселю. Той, который в действительности боролся за святое православие. Не так давно здесь основали приходскую школу. Сегодня в ней учатся 47 детей. Кем мечтаешь стать? Матюшкой. Успенский монастырь – пример стойкости православной веры, уверены священнослужители. Пока в стенах этого храма будут верующие, ни ему, ни украинской православной церкви ничего не грозит. Тут был скид Киево-Печерской лавры, Киево-Могилянской академии при Петромогиле, закладанный цей храм при Петромогиле. Через это и оно лишилось оплотом православия, под самою Польшей. Вы знаете, тут никто ничего не может сделать, ничего не сделать, потому что тут очень глубоко верующие люди. Тут очень добрые люди. Я очень счастлив, что теперь встал монастырь, про который я мечтал, которому я помогал и встать, и вставать на ноги. К слову, это единственный монастырь, в котором хранят мощи его основателя. И хотя этот храм принадлежит украинской православной церкви, здесь сохранились фрагменты католических святынь и даже подземные ходы, которые раньше вели из мужского монастыря в женский. И Юлия Жешко, Максим Чеблин, Юрий Тарасюк. Подробности телеканал Интерс специально из Волынской области. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮАЯ в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok